Всем привет, друзья, с вами Барон. В общем, сейчас час ночи, и я сегодня хочу себе сменить скин. Так как скин за 2 миллиона вирт мне уже надоел немного, и я решился купить что-нибудь достаточно подороже, потому что деньги пока что есть, и я могу спокойно купить себе какой-нибудь хороший скин на будущее. Я вот сейчас вот, кстати, забыл снять этот скин, потому что если я куплю новый, то заместо этого, а нужно надеть бомжа луч. Если сейчас бомжа одену, то все будет хорошо, потому что на бомжа куплю этот скин. Ох, ребят, я даже не помню, какой у меня бомжи скин был. Вот сейчас и вспомню. Давайте, что у меня там за скин был? Оу, бомжик! Так, второго нету, вот это вот. Третий. Тоже. Ага, знаете, только один скин у меня куплен. Давайте переключим на бомжа. И поедем покупать себе хороший, ну, не знаю, для кого-то дорогой, для меня достаточно умеренный скин. Ну, да, скин. Ладно. Так. Я еще хотел устроить опрос, какой лучше скин купить, но я не знаю, зачем это. В принципе, забил на эту тему и решил выбрать сам, какой понравится. Я не знаю, какой мне скин может понравиться. Хотя, может понравиться, вот, мне один приглянулся за 1 миллион, который у меня был еще давным-давно, который я взял такой в полосатой рубашке, в черных очках. Ну, вот. Он мне как бы приглянулся, и я думаю сейчас его взять. Хотя, он достаточно дешевый, ребят, так что не хочу брать скины дешевле предыдущих. Только если у меня есть уже дорогущие скины, которые, вот, допустим, эти вот за 4 миллиона, или которые за 5 миллионов, которых там вообще выше цен нету, и вот, приходится ниже уже брать. Такие вот дела. Пока что я, ребят, не знаю, но, скорее всего, возьму сейчас какой-нибудь скин, выберу, выберу. Я пока не знаю, какой-нибудь красивый такой, и чтобы мне его надолго хватило. То есть, я долго, чтобы с ним бегал, хотя бы годик или полгодика так вот. Конечно, все, кто вот покупают дорогие скины, потом, когда становятся бомжами в дорогих скинах, такие просыпаются, там, на АВ, ЛВ, говорят, денег нету, но вот скин зато такой дорогой. Как бы все дела. Не знаю, просто, ну, скорее всего, в казино все деньги просто проигрывают и оставляют их там. Так как, если даже варн получить, то это, он снимется, пойти на работу, но любую, там, допустим, в армию, в ПД, и деньги все равно начнут копиться. Вот. А тут я просто не представляю, что у них, как они могут с 30 миллионами, там, допустим, стать бомжами, блин. Ладно, все, мы уже рядом с магазином одежды. Сейчас закупимся. Сейчас посмотрим, для начала, сколько у меня там денег, потому что я не помню. Ну, 26 миллионов, да. 26 миллионов, достаточно большие деньги. И сейчас куплю себе какой-нибудь скин. Так, ну, это сразу, это сразу, ребят, нет, потому что, ну, ну, сами понимаете, думаю, куда мне такие скины за миллион, за два, там, за три миллиона, вот это идет. Будем смотреть уже, которые там дороже идут, вот, мы, четыре миллиона, четыре с половиной миллиона, такое вот могу купить. А, вот. Ну, я не знаю, ребят, даже, я не знаю еще. Либо такой богатого, крутого чувака, либо в УЗИ это чувак, который лидер мафии Ликудзо. Давайте возьмем его, блин. Ай, блин, я вышел. Купить. Минус пять миллионов вирт. Я купил скин в УЗИ. Конечно, сейчас у многих может просто пукан забомбить, и они могут заорать, типа, ты что, идиот, что ли, куда ты взял такой дорогущий скин? Ребят, честно сказать, скин фантастический, вообще крутой, просто я давным-давно его хотел, деньги у меня на данный момент есть, и я спокойно имею право их тратить. Даже на такой пустяк, как обычный скин. Вот, теперь я в скине за пять миллионов. Я ничуть, ничуть не жалею то, что вот купил такой дорогущий скин, и то, что когда-то мне пригодятся эти пять миллионов, но у меня их не будет, это там целый инфернос. Ну, многие так могут сейчас сказать, да. Но, ребят, реально, вот, офигенный скин, даже вот когда едешь так, черная машина, такой гелик, да, едет такой чувак в богатой одежде. Еще бы этот, пистолет такой, с глушителем. И вообще отлично, агент 007, блин, еще и нарко не уходит. Вот нарко ему, кстати, не подходит, потому что, как бы это уже фигово получается. Ну, это вообще, это пофигу, как бы, все в порядке. Так, не знаю, еще бы инфернос черный, но мне нравится и хантли мой. Тоже красивый. Все отлично, вот мой скин за пять лямов, и я побегу. Сейчас, по-любому, вот, каждый бомж ко мне будет приставать, типа, дай денег, потому что, как бы, скин очень дорогой, и сразу видно то, что человек достаточно много зарабатывает. Кстати, этот скин похож на матрицу немножко. Мелисса Вуд. Ага. Ку. Я думал, а ты не играешь. А, я думал. Нормально. Так, блин, фермы СТО нету. Как обычно, короче, в принципе, их и так всегда нету, нету. А тут, опа, и слетит какая-нибудь, я ее, может, куплю даже. Ку. Так. Отлично вообще. Нашел, куда деньги всрать. Не, ну, а куда их еще вкладывать, ребят? Могу купить дом дорогой, могу купить машину дорогую и так далее. То есть, блин, просто куда угодно могу вложить эти все деньги, но смысла от них не будет. А если, ну, вот, купить скин, ну, уже хоть что-то, ребят, уже. Мне это нравится, как бы, я с радостью вот купил скин. Ближайшие, может, месяца, ну, 5, может, так, 4 месяца ближайшим в нем буду ходить. Сейчас, кстати, нужно заехать домой, давайте глянем там, есть ли остался скин за 2 миллиона. Просто он мне надоел, этот пухлый. Я решил сменить все-таки одежду. Но, конечно, сейчас каждый человек, думаю, скажет, типа, зачем такой дорогущий? Ну, в принципе, ладно. Опа-ля. Дешевле я просто не хочу покупать скины. А так как мне этот скин давно нравился, в принципе, он под машину под мою подходит. Вот, и вообще такой дорогой скин. Я его поэтому и купил. Сейчас еще хочу сыграть в казино на 200-300 тысяч. Вот чувак, блин, по стречке ездит, хотя его там... Да, его там байкеры расстреляли. Обидно, конечно, когда расстреливают байкеры, вот, дальнобойщиков. Потому что они как бы грабить хотят. Так, короче, сейчас заеду, сниму 1300 и сыграю в казино. Я пока не знаю, есть ли там вообще игроки в казино на такие деньги. Вообще, есть ли они, но работает казино 4 дракона, он пишет. Так же, давайте снимем. Ну, давайте, не знаю, вот так вот сыграем на 500 тысяч. Я не знаю для чего, но, думаю, это хорошо будет. Ну, если я особенно еще выиграю. А если проиграю, ну, не сказать то, что будет хорошо, но да ладно. Вот и проверим, выиграю ли я или нет. Сначала нужно сыграть на 200 тысяч, потом на 300. Ищу игрока на большие ставки. 500 тысяч вирт, нихрена себе. 500к. 500 тысяч вирт, еще игрока на большие ставки. Корон, не буду. Так. Не, я сейчас в сру. Я сейчас в сру. Ох ты, она выиграла. 500к. Ну, крути. 7. 5. Еее. Еее. Так. Ну, давайте, короче, сыграем разок. На большие ставки. Катя Брикс просто с телефоном стоит, то есть, она пытается выиграть. Сейчас у меня выпало 7, у меня выпадет 2 или 3. Крути, е-мое. Ой-ой-ой. Так, ну ладно. В принципе, по моей тактике я играю всего лишь один раз. Одна ставка, кидаю сразу и выигрываю. Вторые ставки у меня уже пролетают. Ну, в принципе, все нормально, поднялся. В деньгах капельку. Ой-ой-ой. Нифига себе. Так. О, чувак тоже, как у меня, хантли имеет. 898 тысяч вир. Неплохо. Неплохо, я вам скажу, ребят. Положим, думаю, 700, 700 тысяч. Как бы, сколько я там, 500 вроде снял, да? Ну вот, а положу 700, уже хорошо. Сыграл в казино, поднял денег. Вот что при варне можно делать. Просто, если у вас, ребят, варн, просто можете сидеть в казино, играть и вообще ничего не делать. Если вы, конечно, фартовый человек и вам постоянно везет. Ну, а если вы постоянно проигрываете, то это, конечно, обидно. Я знаю игроков, которые играют на 11, на 10 кк. У них там, допустим, 40 кк. Они каждый день там играют на 10, на 20, на 15. И все это, короче, за 3, за 4 дня сливают. Вот это просто вообще не везет людям. Я не знаю, просто капец как не везет. Вот, мне вроде везет, как бы, я играл, конечно, на 12 лямов, просирал, было дело. Но, все же, как бы, потом поднимал, потом выигрывал и мне нормально живется. Даже вот когда у меня было 49 кк, в принципе, я не жалею, потому что я там немножко проиграл. То есть, у меня вообще отличие сейчас живется. Деньги есть. Ну, единственный варн, конечно, забагаюс. Но, знаете ли, это вообще, это мне не мешает играть. Как только его снимут, я сразу, скорее всего, пойду либо банда, либо мафия, либо армия. Пока еще не знаю. Но, если даже и в армию пойду, то там, опять же, по рангам нужно качаться, все дела. Не знаю, либо СФ, либо ЛВ пойду в армию. Хотя, в ЛВ вряд ли меня кто примет. О, чё, дам ДП. БФ на Турик? Стоп, чё, не БФ на Турик? БФ на Турик? Нормально. А чё, неплохо, так, БФ на Турик менять, который 1 КК стоит, а Турик, если в ГОС слить, 3. 3. Так. Банк. Давайте 700 тысяч кинем туда. Ну, вот и неплохо. 1,4 КК у меня теперь есть. И плюс с собой еще деньги. Чё это за фигня падает тут? Машина дальнобой, 198 тысяч у меня, отлично. Ну, так. Поздравляю, Феник за 580 купил и обменял на Элегию без ДП. Такая нахер разница, слабо, не слабо. Найти Нуба еще нужно, чтобы он взял этот Феникс, чтобы он там, я не знаю, отдал Элегию. Понятное дело, если вы найдете профессионал, допустим, вот, если у меня, допустим, вот этот вот Хантли менять на Валтон без ДП. Понятное дело, я его пошлю. А если найти Нуба, который только начал играть, только вот задонатил, да, и думает, что Феникс, типа, круче, да, красивее, там, и так далее, тюнинговый, как бы тюнинг еще посчитал, вот, и свою Элегию отдал без ДП. Понятно, такое вот бывает. А то, что если он профессионал будет это делать, то он его пошлет, просто скажет, чё, охренел, что ли, давай ДП там 1 КК, я тогда тебе ее отдам. Так, ладно, вообще, ребят, наверное, я думаю, закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Барон, всем удачи и всем пока.